Шалам, с вами Рафаэль Перский, пацаник любащего арабия короля Машеяха и хасидский взгляд. Недельная глава Туры в Аййце. Яков идет в Харан. По дороге он останавливается на горе Мурья и идет там спать. Отдыхает перед тяжелым походом, тяжелыми, в принципе, тяжелыми испытаниями. Харан – место не святое, а наоборот. Но мы с вами поговорим о том, что есть много разных людей в мире и много разных характеров. Есть люди бесконечно добрые. Ну, можно сказать, как Авраам Авину. Авраам, первый еврей, он был хасид, бесконечный хасид. И, конечно же, это очень хорошо и приятно. Но, возможно, что есть еще побочные явления, отрицательные побочные явления в этом, в бесконечной доброте. Ну, например, если вы своему ребенку будете делать постоянно то, что он хочет, давать его, любить его бесконечно, делать его все, вы понимаете, что он будет избалованным, что он не будет приспособленным к жизни, когда наступит времена, что он должен быть самостоятельным. У него не будет силы бороться с испытаниями в жизни. То есть это одна вещь, которая может привести отрицательно к тому, что ты даешь своему ребенку очень много безгранично. или другая вещь, например, когда есть безграничная любовь другому человеку, то это может привести к обратному, к ненависти, к сильной ненависти. Не дай бог. Вы же знаете, как может быть, не дай бог, пара, которая любит друг друга, а потом что-то не пошло, они разводятся. И такая ненависть, страшнейшая ненависть. Что это значит? Это когда ты безгранично все отдаешь, 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 отдаешь. В конце концов, эта любовь может привести к ненависти. Это второй побочный эффект. И еще один побочный эффект. Когда ты любишь бесконечно, безгранично, ты можешь заковать, задушить, придавить другого человека своей любовью. Он уже не будет знать, что ему делать. Это тоже побочный эффект. Он не может тебе это все вернуть. Ты ему даже не даешь возможности это вернуть. Ты его любишь бесконечно. И ты в этом смысле выражаешь самому себя. Я его люблю. Я ему дам это. Я иду, дам то. То есть, не всегда бесконечная любовь, бесконечная доброта приводит к хорошим результатам. Это качество Авраама. И поэтому Авраам большой праведник. Но у него сын оказался Ишмайль. То есть, который пошел нехорошим путем. Теперь перейдем к Ицхаку. Ицхак – это гвура, строгость. И чем же это плохо? Это педантичность. Он целеустремленный, четкий, ясный, праведник. На все 100%. На все 100%. Но в чем минус этого? Минус этого в том, что тоже есть побочный эффект. Вот эта вот четкость, вот эта вот бескомпромиссность, она может повредить и другим людям, и самому человеку. Или, например, дети могут сказать, а папа меня не любит, он сильно строгий со мной. Даже не то, что строгий, он меня не любит, поэтому он так ко мне относится. То есть, вот эта вот строгость, она тоже имеет побочный эффект. И поэтому у Ицхака был сын Исаф. Так что же выбрать? Хэсэ, доброту, или строгость, или 50 на 50? Об этом мы продолжим говорить. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся к Якову. Яков пошел спать на горе Мурья. Но перед тем, как пойти спать, он нашел камни и положил их, выложил их вокруг головы. В Медраше рассказывается о том, что этих камней было 12. Точно такое же количество, как колен Израилевых. И камни начали спорить. Спорить между собой, кто удостоится, что на меня положит Яков свою голову. Нет на меня, я не спорили. В конце концов, Всевышний сделал чудо. И когда Яков водом проснулся, все камни объединились и стали единим целым. Аризаль говорит, что есть 12 колен Израилевых. И есть 12 ворот небесных. То есть есть путь служения Всевышнему не единственный, а 12. И у каждого он свой. И у каждого колена он свой. Что говорит о том, что все камни в конце объединились? Что у Якова все дети вышли праведными? Что у Яков смог вывести именно своими качествами, как от Тиферет. Тиферет – это милосердие, это красота. Он смог поднять всех 12 колен Израилевых, чтобы они были праведными, чтобы у каждого был свой путь. И чтобы в принципе они взаимодействовали и стремились к единению. Потому что каждый хочет служить Всевышнему, конечно же, можно своим путем. Но единство при всем этом, когда объединились все колены, это самое главное для Всевышнего. Потому что Всевышний, он любит и хочет единства. Давайте разбираться в качестве Якова. Яков – это Тиферет. Еще раз, красота, милосердие. Так как же может красота быть в такой степени сильной, чтобы объединить это все, объединить всех детей, чтобы воспитать всех детей правильно и направить их в нужное русло? Какое качество, что такое красота? Ну вот, например, если взять музыку, и если взять одну ноту до, и играть ее разными темпами, разными штрихами, но всего лишь одну ноту, в музыке не получится. Нужно несколько нот. На самом деле интересная вещь. Не просто, вот сейчас я подумал, я занимаюсь музыкой, так не просто есть 7 нот. до, ре, ми, фа, су, ля, си. Да? То есть, есть 7 нот. Но есть еще и черные ноты. Сколько в сумме будет? Значит, 7 нот белых и 5 нот черных. То есть, то же самое. Смотрите, как интересно. Сейчас я вам рассказываю, мне пришла эта идея. 12 есть звуков. 12 звуков. Вот когда все эти 12 звуков композитор написал мелодию, и она играет, вот тогда получается красота. То есть, взаимодействие между собой разных звуков. Или какой-то картины. То же самое. Разные цвета объединяются в какую-то картину. Но, если играет оркестр, да, и мы его слушаем общую мелодию, не слушаем конкретно один инструмент, его партию, а слушаем все в целостности. То есть, тогда вот это вот и есть красота. То есть, очень правильно, когда все играют и дополняют друг друга. Вот в этом и есть красота. Вот в этом и есть наш еврейский народ. Что мы дополняем друг друга своими качествами. У каждого есть свое качество, которое он должен принести в этот мир. Красота, милосердие. Вот именно это. То, что ты не выпячиваешься, не идешь, как говорится, во главе, а даешь другому место. То есть, ты можешь принять и соединиться с другим. У Рэби Короля Машеяха спрашивали очень много вопросов. И потом пришли к Рэби и хотели выпустить книгу ответов на вопросы, потому что часто задают одни и те же вопросы. Рэби сказал нет. Он с этим не согласился. Рэби сказал, что я отвечаю не на вопросы. Я отвечаю на человеку. И часто бывало, что на один и тот же вопрос Рэби по-разному отвечает. То есть, он смотрит, кому он отвечает, с кем он разговаривает. То есть, одеться, соединиться с этим человеком. Вот наша задача. Вот это и есть Теферет, это и есть Яаков. Преведущий Рэби Иосиф Ицкак есть такое выражение «Цар Гедуль Баним». Цар Гедуль Баним – это как бы страдание в воспитании детей. Так Рэби сказал это по-другому. Что такое «Цар Гедуль Баним»? Когда есть цар, когда есть страдание, у ребёнка, когда ты с ним вместе, когда ты с ним соединился, когда ты это понял, его понял, его поддержал, его направил, он чувствует в тебе друга, родителя друга, вот это и есть Гедуль Баним. Это и есть воспитание. Нет «Цар Гедуль Баним», то есть, «А, вот, воспитывать детей – это большое страдание». именно в страдании, когда ты чувствуешь это у своего ребёнка, его волнение, его страдание, то тогда это и есть воспитание. И Яков, он всегда очень волновался, волновался за свои дети, он всегда был, волновался и всегда охранял, всегда он смотрел за своими детьми, как они будут расти. Это была его первоочередная задача. Так что, так что, Авраам, где Авраам, мы считаем, сказали, есть побочный эффект. У Ицхака есть побочный эффект, у Якова нет побочного эффекта. Но Авраам и Ицхак – это фундамент. Это фундамент. То есть, доброта и строгость – это фундамент. Когда у тебя это есть, ты тогда можешь построить здание Тиферет, здание красоты, здание милосердия, здание Исраиля, Якова. То есть, обязательно, обязательно, Авраам и Ицхак – это наш фундамент. И напоследок я хочу вам рассказать одну историю. Много историй, которые я сегодня рассказал, я взял из речи на эту недельную главу Торы и Пасанько-Ульбаческо-Аребе в Антверпене Рава Слобатицкого. То есть, я вам советую, если вы знаете иврит, то найдите в Ютьюбе Рав Слобатицкий. И вы получите удовольствие. Он очень-очень интересно. рассказывает. Так вот, все истории, которые я сейчас рассказывал, часть я знал, часть я услышал сегодня. И заключение, очень трогательную историю я вам расскажу. Был такой раввин, глава Ешивы, который звали его Рав Гусман. Рав Гусман. Он прошел катастрофу. Он был в концлагере. И у него был сын. И сына звали Мейер. И они были вместе в концлагере. Когда пришли фашисты, чтобы было стерто их имя, они забрали его сына. Прямо они стояли вместе. Он держал своего сына. Они вырвали этого Мейера из его рук. И забрали. И Мейер, понятно, погиб. И Рав Гусман для него это была самая большая трагедия. Он всю жизнь ему была сильная боль от того, вот как это так произошло, вот это расставание, когда он увидел, когда забрали его сына. От сына остались ботинки. И эти ботинки Рав Гусман, он надо было кушать, у него не было еды, у него не было денег. Он их продал, эти ботинки. И на эти деньги от ботинок купил еду. Но когда он взял эту еду, он не мог ее есть. И он раздал это евреям, голодным евреям. Ну ему в конце концов он остался жив, он переехал в Израиль. У него была Ишива. Он был очень большой это называется Тальмит Хахам. Ученый Тор, очень знающий человек, очень мудр. Он давал уроки. Параллельно с тем, что он был в Ешиве, он давал уроки в синагоге. На эти уроки ходил, значит, был такой профессор, он не был, а он еще живой. Правда старенький, значит, звали его Исраиль Умань. Уман. Он лауреат Нобелевской премии. Вот теория Игор несколько лет назад он получил Нобелевскую премию. И вот этот профессор ходил к нему на уроки. У этого профессора было пятеро детей. Старшего звали Шлом. по-моему, в 82-м году, точно не помню. Короче, были какие-то военные действия. У этого Шлома уже была семья, у него уже был сын и жена была беременная. Короче, этот Шлома он посчитал своим долгом, что он должен пойти и защищать евреев от террористов, бандитов. Ну, от врагов. От врагов. И он погиб. Конечно же, профессор Умань получил это известие очень тяжело и все. И были похороны. И этот Раф Гусман пришел к нему на похорон. похоронили этого Слома. Ну, обычно после похорон не дай бог возвращаются. расходятся люди расходятся. Этот Раф Гусман возвращается с этим профессором к нему домой. Ну, надо сидеть шива. Профессор садится сидеть шива. Раф Гусман берет стул. И обычно, когда садятся шива, сидят люди которые сидят шива и напротив них сидят люди посещающие их, которые должны их утешить. Раф Гусман садится не напротив него, а рядом с ним. И этот профессор мне удобно говорит уважаемый раввин, спасибо, вы действительно пришли и сделали все, что возможно. Вам надо возвращаться в шиву. Вам ждут, вам надо давать уроки Тора. На что Гусман говорит, знаешь что, говорит, я буду сидеть и шиву эти 7 дней траура вместе с тобой. Профессор так на него смотрит, почему, что случилось? Он говорит, смотри, я тебе не рассказывал, но во время катастрофы у меня был сын и у меня его забрали и он погиб. И я никогда не сидел живу за своего сына. И я сейчас решил сидеть вместе с тобой. Ты за своего будешь сидеть и я за своего. Говорит, я тебе еще кое-что расскажу. Сейчас твой шлом поднимается в небеса. его идут встречать. Его идут встречать. И его встречает мой сын Мейер. И конечно же Мейер, который погиб от рук фашистов за то, что он еврей. Он его встречает. И начинает с ним разговаривать. Две души начинают с ним разговаривать. Две души общаются. и мой Мейер говорит твоему шлому. Говорит, ты выше, чем я. Твоя душа выше, чем я. Почему? Потому что меня убили фашисты из-за того, что я был евреем. А ты погиб из-за того, что ты защищал других евреев. Это было произнесено так сильно, что профессор Румань сказал, знаешь, знаете, Раф, когда погиб мой сын, и вот когда мы сейчас были на кладбище, я думал, никто, все, никто не сможет меня утешить, никто. Но вы по-настоящему меня утешили. Найти, почувствовать другого человека, найти к нему подход, ключ, понять его до конца или не до конца. это и есть тиферет, это и есть милосердие, найти оправдание другому человеку, почему он так поступил, простить ему, сделать первый шаг. Это может только тиферет, только милосердие, я думаю, что если мы будем стараться, и это самый главный источник того, чтобы пришло полное окончательное освобождение, если мы будем стараться найти тиферет, проявить милосердие, то есть это приведет к любви к другому еврею, бесконечной, не то, что бесконечной любви, а аббатхинам без беспричинной любви, беспричинной любви к другому еврею. И это будет действительно единство. И вот это хочет Всевышний. Он хочет, чтобы мы объединились, чтобы каждый слушал по-всевышнему, может быть, по-своему, но общий оркестр звучала мелодия, красивая мелодия, еврейская, красивая мелодия нашей жизни, чтобы это было сейчас, чтобы проявился рабик руд в машеях и было полное окончательное освобождение. Подписывайтесь на наш канал «Хасидский взгляд». Будем вместе, будем едины, будем учить хасидот, будем делать и два дают. хасидский. Я сейчас собираюсь сделать, уже сделал на самом деле одно интервью. Буду еще брать интервью у интересных людей. Я надеюсь, что это поможет и приведет к полному окончательному освобождению. Наши посильные, наши посильные вклады. Хеяду найну, мурайну варабайну, мелаха машеях, джудям ваэт.